Добрый день! Давно мы не выставляли новые посты в нашем блоге «Коротко и ясно». И в связи с несколькими недельными главами, которые мы прочитали уже в этом цикле изучения Торы, который мы сейчас проходим, имеется в виду в нашем годовом цикле, мы читаем книгу «Брешит». И книга «Брешит» называется языком наших мудрецов «Сефир Аешар». Книга прямоты. Книга прямая. Почему прямая? Потому что в принципе в книге «Брешит» очень мало непосредственных заповедей, которые призывают к нам к каким-то действиям. Основная часть книги «Брешит» — это повествование истории наших прородцов. В принципе, можно было бы обойтись и без этих историй. И наши мудрецы говорят, что нет, на самом деле эти истории пришли научить нас прямым или хорошим человеческим качеством. То есть это пришло нас научить быть людьми прежде всего. И в связи с вот этим таким общим посылом книги «Брешит» можно подытожить и вывести такую интересную идею, которая меня лично очень увлекла. Несколько фактов, которые я хотел бы привести как подтверждение вот этой идеи. Подтверждение вот этой закономерности. Значит, факт номер один. Все эти факты будут очень известны. Только вот вывод, который мы хотим сделать, он может быть какой-то немного новый. Или, скажем, его нужно подчеркнуть. Его мы подчеркнем. И ради этого мы делаем этот блог. Итак, Авраам встречается с тремя ангелами, которых он воспринимает как простых обычных арабских путников. И он просит их омыть ноги. Почему? Наши матрицы объясняют, поскольку часть людей поклонялись тогда пыли на ногах в качестве идолопоклонства, в качестве идола своего. И Авраам не хотел заносить предмет поклонения богам каким-то иным, кроме Всевышнего, к себе домой. Как он им предлагает помыть ноги от этого как бы идола? Он говорит, ну вы же с далекой дороги. Он не начинает сейчас обсуждать, входить в эту тему. Он говорит, ну омойте ноги с дороги. Это первый факт. Второй факт. Ривка встречается с Элеезером. И там Элеезер просит следующую вещь у Всевышнего. Я хочу, чтобы эта девушка предложила мне попить и дала попить моим верблюдам. И так и происходит. Почему Элеезер просит именно две эти вещи? Не попить ему, а попить ему и дать верблюдам. Есть красивейшее объяснение Бейта-Льви. Бейта-Льви говорит так. Если бы она напоила бы Элеезера, а потом бы унесла это домой, как чужой какой-то странник пьет, как ты это несешь домой. Если она возьмет этот кувшин и вылет его на пол, на землю или обратно в колодец. Неуважение к нему. Как можно решить эту проблему деликатно, тактично, чтобы не обидеть путников. С другой стороны, не занести неизвестно кем испитую воду, воду, которую пил неизвестно кто, не заносить ее домой. Какое решение? Вылить это его же верблюдам. Ну, то, что там было в кувшине для одного человека, это совсем недостаточно для верблюдов. Поэтому нужно начерпать еще воды, для того, чтобы хватило верблюдам, тем самым закрыть, спрятать, маскировать вот эту вот необходимость тем, что она начерпает воду для верблюдов. То есть, это с одной стороны деликатность, тактичность, мудрость плюс добрые человеческие качества. То есть, недостаточно быть просто добрым. Если она была бы просто добрая, она дала бы ему, она была бы недостаточно тактична, недостаточно деликатна. Но тоже хороший человек, добрый, но вот без мудрости, без тактичности, без деликатности, эта доброта, она на самом деле обижает людей. И поэтому Элезер просит у Всевышнего, чтобы Ривка была не просто мудрая, не просто добрая, но и мудрая, и деликатная, и тактичная. И третий факт. В прошедшей главе В.Е.Ц. есть интересный диалог между Рахелью и Леей. Рахель просит у Леи дудаим, или мандрагоры, как их называют по-русски незначенному мандрагоры, но дудаим, который собрал Рувен. Растение, которое позволяет бесплодным зачать ребенка. И Лея отвечает, Рахель, ты просишь у меня эти мандрагоры? Мало того, что ты забрала у меня мужа, еще хочешь забрать мандрагоры моего сына? Непонятно, вообще, как такое может быть делал? Кто у кого забрал мужа? Лея, ее отец обманным образом, что сделал? Выдал ее замуж за Якова, Яков вообще не собирался на ней жениться. Так кто у кого мужа забрал? Как Лея может такое заявлять? Наши мандрецы говорят, что на самом деле, как Лея, в принципе, вышла замуж. Ведь Яков подозревал, что Лаван хочет его обмануть. И они даже с Рахель договорились определенных пароль-отзыв, которые в ночь свадьбы она ему скажет. Когда же Рахель увидела, что собираются взять Лею, она не хотела, чтобы Лея была опозорена, поэтому передала ей вот эти пароли, передала Лея. Ну, так Лея прекрасно знала тогда, получается, что мужем, женой Якова должна была стать Рахель, а не она. И кто у кого взял мужа? Какое она вообще имела право такое сказать? Есть интересный ответ, который говорят наши мудрецы. Рахель передала эту информацию Лее до такой степени тактично и деликатно, что Лея даже не почувствовала, что ей раскрывают какую-то тайну. Она просто рассказала, пересказала как бы диалог Якова с ней. Паролем должен был быть только, что называется, какие-то обычные фразы, законы, которые Яков обучил Рахель. И законы шабата, зажигания свечей, законы семейной чистоты и законы отделения хала. И Лея, Рахель рассказала это Лее. И Лея знала их, поэтому, когда Яков задавал вопросы, она спокойно, Лея отвечала, тоже не подозревая, что сейчас на самом деле происходит пароль-отзыв, о котором говорил Яков с Рахель. То есть получается, Рахель так деликатно, так тактично дала сестре возможность не быть опозоренной, что та даже не подозревала, что для нее сделала ее младшая сестра. То есть это тоже не просто сделать добро, не просто уступить, она сделала это так, что сестра даже не поняла, что ей сейчас уступают. Получается такая очень интересная закономерность. Человеческие качества, делать добро, уступать нужно так, чтобы эта деликатность, тактичность не ранить того человека, с которым ты общаешься. Не просто делать добро. И тогда человек чувствует, что ему помогают. На самом деле это очень сложно. Сделать человеку добро так, чтобы он не чувствовал, что ему над ним возвышаются, на него давят, как бы ему теперь, как бы им командуют. Это не так просто. Так вот получается, что в нашей книге Сефир Ишар, в книге Примоты, книге Берешит, мы учим, что человеческие качества должны быть не только по факту хорошими, они должны быть еще умными, деликатными и тактичными. Вот это мысль, которую я хотел с вами сегодня поделиться. Спасибо большое.